Воспитанники Химкинского регбийного клуба «Варьерс» на поле действительно оправдывают название своей команды. Ребята занимаются всего лишь год, но уже как настоящие воины отчаянно борются за мяч на каждом отрезке игрового пространства. В микрорайоне Левобережной состоялось первенство по снежному регби в памяти Бориса Громыка. Турнир открыли депутаты Совета депутатов Николай Кашников и Наталья Коныгина. Год назад мы поддержали инициативу жителей по открытию бесплатной спортивной секции регби в микрорайоне Левобережной. И в январе на базе 29-й школы она была открыта с коллегами из клуба «Варьерс». Год работает секция и сегодня мы уже видим, как ребята показывают, на мой взгляд, высочайший результат. В первенстве приняли участие 4 команды. Помимо химкинских клубов, побороться за главный приз приехали ребята из Москвы и Лобни. Этот турнир был организован в рамках реализации проекта «Мы первые» при поддержке администрации городского округа и НПО «Энергомаш». Сегодняшние соревнования организованы в честь памяти о великом человеке. Человеке, который был инженером-ракетостроителем и большую часть своей жизни посвятил развитию регби в нашем городе. Это Борис Михайлович Громыка. Борис Михайлович Громыка активно занимался спортом. Являлся членом сборной команды «МАИ» по регби. С 1959 по 1970 годы тренировал химчан. Его дочь Екатерина Рагунова тоже посетила турнир. Очень приятно, что на базе школы возрождается эта игра спортивная, потому что это тот вид спорта, который воспитывает настоящих мужчин. И папа всегда говорил, что это игра джентльменов. И в его команде царил всегда дух поддержки, настоящей поддержки. В Химках при поддержке главы города Дмитрия Волошина и команды губернатора Андрея Воробьева созданы условия для занятий с самыми разными видами спорта для различных возрастных групп. Благодаря инициативе жителей удалось сохранить любимый горожанами вид спорта. Организаторы пообещали и дальше развивать регби в нашем городском округе. Редактор субтитров А.Семкин